Счастье Голубой акварелью я верю Усами на реке, голосами дельфинов согреет Протрогшую душу, как над теплым камином Руки замерзшие, голос простуженный Криком чай разбуженный Он навсегда останется в памяти цветными повторами Тот день, когда я увижу море Чтоб никогда не забывать, что лужи и грязь Это лишь путафория Тот день, когда я увижу море Он непременно придет и станет частью моей истории Тот день, когда я увижу море Он навсегда останется в памяти цветными повторами Тот день, когда я увижу море Чтоб никогда не забывать, что лужи и грязь Это лишь путафория Тот день, когда я увижу море Он непременно придет и станет частью моей истории Тот день, когда я увижу море И как всегда, как всегда дает appetite Тот день, когда я увижу море Тот день, когда я увижу море Т yine, какая-тоicularь Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Добрый день, команда! Сегодня у нас завершающее событие 2014 года и мы отмечаем успешное развитие нашего региона Сибири в компании Replay. И для нас большая честь разделить наши победы. Вехал с нами глава, директор по развитию продаж из СНГ и Балтии, Йопан Розенберг. Добрый вечер уже здесь в Барнауле, дорогие лидеры, команда Проверение. Я очень рад, что у меня есть возможность с вами обращаться. Я очень приветствую то, что вы делаете для Reflame и для Сибири, и как вы развиваетесь. Вы просто молодцы. Хочу сказать, что ваш бизнес очень важен для нас. В области онлайн и интернета мы очень много планируем с точки зрения поддержки, потому что мы видим, что будущее постепенно идет к этому направлению. Но мы тоже знаем, что в любом бизнесе онлайн рекомендации очень важны. Это у других кампаний нет, но у нас есть через наш модель премиерпродаж, сетево и маркетинг. Так что связываться с современным бизнесом онлайн и интернетом, субтитры, субтитры. Корректор А.Кулакова 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 Все, есть. Значит, меня зовут Безбородкина Татьяна. В компании Reflame меня пригласил мой спонсор. Естественно, он теперь мой спонсор. Тогда это была юная девушка Юлия Гефнигер, которая мне тогда рассказала презентацию. И после презентации я пошла подумать. Однако потом, пообщавшись со своей давней знакомой, я по ее совету решила попробовать себя в этом бизнесе. Вообще перед этим, перед тем, как встретиться с Юлей, в моей встрече предшествовала такая череда событий, не совсем, скажем так, приятных, но я пыталась с ними справиться. И в первую очередь пыталась справиться морально. И вот в один прекрасный день мне попалась книжица. Знаете, даже не знаю, говорить вам об этой книжице или не говорить. В принципе, все по-разному относятся к фэн-шую. Я к нему никак, сказать честно, не отношусь. Но в книге Натальи Правдиной «Я привлекаю деньги» меня заинтересовала одна маленькая глава. Маленькая глава, которая называлась «Карта сокровищ». И я вспомнила о том, что когда-то мне моя знакомая рассказывала про подобную вещь, только называла ее «Картой желаний». И вот по-прежнему как-то для меня более привычно название «Карта желаний». И, соответственно, в той главе я просто вычитала, как она делается. И вот на тот момент почему-то эта книга меня прямо вдохновила, или сама жизнь меня вдохновила на то, чтобы мне вооружиться журналами, большой экипой журналов, вооружиться ножницами, листом ватмана и совершить такое вот действие, как изготовление моей собственной личной «Карты желаний». Так, скажите, пожалуйста, а у вас слайбы мои листаются или нет? Вот, «Карта желаний» работает. Листаются, да? Все. Отлично. А видите вы меня на экране или нет? Ну, друзья, не знаю, не обижайтесь, почему? Я еле-еле запустилась, я даже боюсь сейчас что-то предпринимать, потому что я думаю, что главное вы видите слайды и главное меня слышите. Давайте уже в таком формате сегодня поработаем. Значит, что такое «Карта желаний»? Это лист ватмана, на котором по секторам разделено… Вот, он разделен на секторы, на 9 зон, и в каждая зона она посвящена там определенной вот богатства, там славы, любовь и дружба, семья, дети, знания и мудрость, работа, карьера и помощники и путешествия. Вот, я что сделала? То есть, по некоторым зонам у меня было четкое представление, чего я хочу, а по некоторым у меня были представления размытые. Но я вооружилась кипой журналов. Я тогда работала в Краевом центре социально-психологической реабилитации населения, и у нас, в принципе, активно велась работа с подростками, там, с трудными подростками, с подростками с ограниченными возможностями, там, с женщинами, попавшими в кризисную, там, жизненную ситуацию. И у нас разные методики работы были, и в том числе вот с подростками как-то вот делали там различные на разные тематики коллажи. И у нас целая короткая этих журналов на работе была. Всякие «Лиза», «Отдохни», «Домашний очаг», «Осмополитый». У меня дома были журналы, да. Вот, и я… Решила смотреть журналы именно таким способом. То есть открываю журнал, смотрю картинки и думаю, вот это хочу. Или там, вот это не хочу, это не мое, нет, 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 не про меня, не про меня. О, вот это, ой, как классно, хочу. Вот таким вот образом я выбирала все «хочу» из этих журналов. Я выбирала яркие какие-то покрупнее картинки, и вот чтобы мне этого хотелось. И примерно прикидывала. Вот это может быть в той зоне, вот это в этой зоне. Вот, и, в общем, приклеила я несколько картинок. Вернее, не приклеила еще, а просто вот набрала по каждой зоне, по каждому сектору несколько, по нескольку картинок. Затем, когда я расчертила эти, вот, сам ватман на 9 зон, там карандашком все это подписала и начала раскладывать картинки. И в каждом секторе у меня появилось много картинок. Так вот, из этих картинок мне пришлось выбрать то, что мне нравится больше всего. Действительно, то, что вот мне наиболее близко. То, что я действительно хочу в этой жизни. Соответственно, появился вот такой вот калаш. Возможно, вам он кажется сейчас кестрым, но мне в то время он, вот, я его видела абсолютно все картинки четко. Вот, значит, и интересно, что сбывался, он тоже интересно. Вот, когда я его фотографировала для того, чтобы разместить на слайд этот калаш, он меня уже потерпел, изрядно был потрепан немножко. То есть в левом секторе, вот, посерединке там оторваны даже картинки, внизу немножко оторваны. То есть я думала, что мы его вообще потеряли. Но через некоторое время после переезда залезли в одну коробку и оказалось, что там он благополучно сохранился. Но только вот две картинки куда-то исчезли. Я была очень, я начала разглядывать, вспоминать, и мне было очень интересно вспомнить вообще, как он у меня сбывался, и что на самом деле уже потом сбылось, да, даже когда уже он у меня не висел на стене. Сбывался он у меня, начал сбываться именно с центрального квадратика. Причем, знаете, вот этот калаш я поместила на стену так, чтобы мне он был часто виден. А те люди, которые приходили ко мне в гости, он им сильно в глаза не бросался. Но тем не менее, когда ко мне приходили какие-то близкие гости, то они могли видеть этот калаш, да, и спрашивали у меня, Таня, что это такое? Ну, я объясняла, что это карта желаний. То есть это вот то, что я хочу. То есть вот по каждому там сектору примерно объясняла, что я вот считаю, что у меня вот должно быть вот так-то, так-то, так-то. Вот. И они на меня смотрели на этот калаш с улыбкой тогда, улыбались и думали, откуда я в бюджетной работе все это возьму. То есть в тот момент я была заведующей отделением стационарным и преподавала в университете на 0,2 ставки как совместитель. Мне очень нравилось преподавать. Я очень любила работать со студентами. В принципе, я свою работу очень любила. То есть она благодарная работа была. Она давала широкое поле деятельности. Единственное, что мне не нравилось, что это, ну, скажем так, оплачиваемая работа. Некоторые женщины, которые вот спрашивали, сколько я зарабатываю, они говорили, о, Тань, ну, для женщин в городе Барнауле это, в принципе, очень даже неплохо. Да, неплохо, но меня не устраивало. Соответственно, я, в принципе, думала, что бы такое в жизни предприять было, что бы такое сделать, чем бы заняться для того, чтобы изменить свою жизнь. Да, потому что время шло, университет был уже давно за плечами. И я понимала, что я уже сама обеспечиваю себе жизнь, но хотелось обеспечивать ее, ну, несколько по-иному, мягко говоря. Вот, поэтому, в принципе, я была, наверное, все-таки в тот момент готова принимать какие-то решения, рассматривать варианты. Вот, и когда я создавала этот коллаж, я еще не была в Арифлейм. То есть я его создавала до Арифлейм, это был где-то декабрь, когда я его создавала, начало декабря. И, честно говоря, тогда, когда я на него смотрела, вот он у меня свежеиспеченный этот коллаж висел над кроватью, я на него смотрела, думаю, интересно, откуда у меня все это появится. И вот, размеряя это с размерами своей заработной платы, мне в это не совсем верилось. Но в то же время идея-то мне понравилась, этого коллажа, что там смотреть, притягивать там и так далее. Поэтому я с удовольствием на него смотрела, представляла и не знала, откуда это все возьмется. Затем в январе, 13 января, морозным днем, мы встретились вот с Юлей, как я вам уже говорила, и через некоторое время я уже начала свой бизнес в Арифлейм. И вот однажды вечером я смотрю на свой коллаж и узнаю в центральном квадратике какие-то интересные знакомые баночки и тюбики. В тот момент у меня как раз как-то все позаканчивалось из косметики дома еще до Арифлейм, когда я делала коллаж, да, и я думала, вот надо бы вот как-то что-то себе там накупить из косметики тоже. И вот когда-то до меня, вот там, где я жила, жила девочка-консультант Арифлейм, от нее осталось какое-то тоненькое спецпредложение, и я просто оттуда вырезала картинку, вот, ну, что, которая бы олицетворяла, ну, именно косметику, да, то есть вот там неконкретные какие-то там тушили, помаду, ну, просто вот по уходу за кожей лица, там, за руками и так далее. Вот, и я не думала о том, какой-то фирмы там или что-то, просто косметика была прилеплена, картинка. Я подползаю к этому коллажу, и я вижу, что это Арифлейм. А я уже зарегистрировалась в Арифлейм, когда это заметила. И я, у меня, знаете, мурашки по коже пошли, думаю, знамение. Знамение, потому что, ну, как-то вот на самом деле начинаешь уже верить в это, да, то есть действительно косметика Арифлейм стала появляться на моих полочках. Дальше, это я уже рассказала про то, с чего началось сбываться. Следующим моментом, который сбылся, это вот нижний квадратик посерединке, это работа и карьера. Так как коллективы, в которых я работала, в основном состояли из женщин, и мужчин было не очень много, и всегда у меня, в принципе, я всегда и среди женщин у меня хорошие со всеми были взаимоотношения, но мне почему-то как-то интересно было именно выстраивать отношения с мужчинами. Вот, и мне почему-то захотелось поработать в каком-то таком коллективе, где, ну, или пополам женщины, мужчины, да, то есть чего-то другого, какого-то более брутальной работы, наверное, мне какую-то захотелось. Вот, и мне вот была статья, одна среди мужчин, что ли, ну, вот не настолько мне хотелось, чтобы прямо вот одной среди мужчин, но мне хотелось, чтобы было больше мужчин именно в команде. И вы знаете, как-то не в команде, а на работе, где я бываю, где я строю, в деловой жизни, да. Вот, и получается, что когда я пришла в Эрифлейм, удивительно, но факт, у меня, правда, в команду приходили, приходили разные мужчины. Не знаю, как-то вот такое стечение обстоятельств, может быть, потому что я говорила о том, что вот у нас в команде есть и мужчины, то есть, может быть, я там подсознательно как-то акцентировала на это внимание, когда рассказывала, но действительно было очень много мужчин. Лариса Чайникова, которая тогда у нас с нами в офисе была в СПО, да, она говорила, интересно, почему это у тебя все в твоей команде. Вот, на самом деле было так. Это вот следующий квадратик, который сбылся. Следующим моментом, вот, мне и по состоянию здоровья, и по состоянию души показан бассейн. То есть, мне очень нравится плавать, хоть я толком плавать и не умею, но находиться вот в воде, там, держаться на воде, мне это очень нравится. Вот, я одно время ходила как-то в воду, потом как-то что-то прекратила. Мне хотелось именно в каком-то хорошем, в таком бассейне, плавать и так далее. Интересно, что сначала первое, что мне, там, моя знакомая говорит, вот, мы уезжаем, а у нас вот недоиспользованный получается абонемент, бассейн, на, походи. Вот, ну, я думала, что это вот именно это было, сбытием вот этого желания, да. Оказалось, нет. То есть, когда через примерно год и три месяца активных действий в Арифлейм, первая часть моего, моей карьеры с Арифлейм, она совмещалась с моими двумя работами, потом я уже уволилась и полностью работала в Арифлейм, конечно, дела пошли быстрее гораздо. Вот, я была уже директором, и среди директоров разыгрывалась акция, в которой можно было заранее, еще не будучи золотым директором, побывать на золотой конференции на Канарских островах, на острове Тенерифе. И так получилось, что я уже в последний момент Олеся Широких мне позвонила и говорит, Таня, ты подала заявку? Я говорю, да нет, Олеся, у меня и за грампаспорта нету. В общем, я начала говорить, да что, прям выиграешь, что ли? Не стала я что-то суетиться, она меня заставила буквально подать заявление, я подала заявление на участие в этой акции, и когда она разыгрывалась, я даже не поехала туда, в Новосибирск, потому что какие-то тут у меня были дела, встречи запланированные, и я подумала о том, что сегодня я пас, не поеду я в Новосибирск. И каково же было мое удивление, когда я сижу, и мне звонит Татьяна, девушка там из той команды, которая поехала, и говорит, Безбородкина, ты сидишь или стоишь? Ты представляешь, что ты выиграла поездку на Канарские острова? И я сначала подумала, что они меня разыгрывают специально, но потом они говорят, слушай, Ольга Кибис про тебя говорит, и она вот там говорит, что ты на самом деле этого заслуживаешь, и так далее, ты молодец, я очень рада за тебя, то есть я понимаю, что Ольга Кибис так разыгрывать меня точно не будет. Вот, и, соответственно, вот это была поездка на Канарские острова, на остров Тенериф, это было незабываемое путешествие, это был пятизвездочный отель, на территории которого находился бассейн с соленой водой, бассейн с пресной водой, и Атлантические океаны, прямо на берегу этого океана у нас, собственно, и отель сам стоял, поэтому это, конечно, было очень здорово и запомнилось на всю жизнь. И я очень-очень хочу там еще оказаться, потому что думаю о том, что кто-то же в том моем номере сейчас живет и наслаждается всеми этими прелестями. Дело в том, что я понимаю, что конференции еще будут, их будет еще много, они будут в разных местах, безусловно, я очень хочу побывать в разных местах, не в одном и том же месте, но мне почему-то очень-очень хочется когда-нибудь уже со своей семьей оказаться снова вот в том месте, в том отеле, и снова пережить это ощущение. Знаете, вот это, то, что это был выигрыш, наверное, вот настолько как-то вот было как-то необыкновенно, потому как вот начинаешь верить во что-то совершенно необычное, в чудо, да, начинаешь верить после таких ситуаций в жизни, и думаешь, чем ты это заслужил особым таким, да, то есть вот то ли это вот действительно карта так работала, это желание, то ли это вот просто действительно заслужено как-то, ну вот это было просто обалденное ощущение от вот этого успеха, от выигрыша и вот от этих первая поездка, что вам говорили, первый полет на самолете, да, первая поездка за границу и куда-нибудь там даже, ну, в Турцию, да, именно сразу, на Канарские острова, о которых раньше только вот говорил, как вот олицетворение жизни каких-то там миллионеров и так далее, и вот ты сам там, и я ходила по острову Тенерифы, и саму себя вот хотелось ущипнуть, вообще со мной ли это происходит, это очень здорово было. Следующим начал сбываться верхний правый квадрат, это квадрат, отвечающий за любовь и дружбу. В тот момент мне очень хотелось встретить человека, с которым мы были бы вот единомышленниками, даже вот эта фотография, вот где вот мы друг на друга смотрим, да, что вот как-то вот у меня вот почему-то, мне казалось, что вот эта пара, она очень у них такие теплые взаимоотношения, и какое-то вот, какое-то равноправие, да, вот, ну, что-то вот такое доброе и уважительное друг к другу, вот именно такой семьи я хотела, с активным образом жизни, с взаимоуважением. И, ну, пусть позднее немножко, чем все остальное, но мы встретились с мужем, с Сергеем, с которым у нас очень такие гармоничные достаточно взаимоотношения, и, ну, не знаю, как он, но я счастлива. Вот, я думаю, что и он тоже. И когда мы только-только начали жить, вот, что называется, когда начинаешь что-то делать, если ты делаешь правильное действие, то все складывается вот как вот, как вот, как должно быть, да. То есть получается, что если какие-то вот бывают у нас заковыки в жизни, то стоит задуматься, может быть, что-то вы делаете не так, но как только мы стали жить с Сергеем, буквально в первый же месяц, получилось так, что наш тест, мой тест показал две полосочки, и я поняла, что я беременна. И почему-то я всегда еще в юности говорила, что если у меня будет когда-нибудь ребенок, то это будет мальчик. У меня почему-то, вот, мне кажется, что такой характер, что я смогу именно воспитать мальчика. И, ну, были, конечно, сомнения, но почему-то я всегда говорила, он. И мальчик родился, и вот, смотрите, вот детская фотография, которая здесь вот на коллаже расположена, вот, детских фотографий, как вы понимаете, журналов было очень много. И дети, они сами по себе очень хорошенькие все, маленькие. И когда я выбирала фотографии, я вырезала там много из журналов фотографий детей маленьких. Но когда я искала, какую именно разместить на моей карте желаний, я почему-то выбрала вот именно вот эту. Вот какой-то он был прям мой такой вот родной, и вот какой-то вот даже взгляд у него, улыбка мне очень-очень нравились. Когда появился у нас, родился Ваня, и мы его, естественно, много фотографировали, и через некоторое время, как-то листая фотографии Вани, я увидела ту фотографию, которая вот настолько сильно похожа на ту фотографию в карте желаний. Вот я ее здесь поместила в слайд-презентации. Я даже вот ее тогда тоже достала, вы посмотрели, сравнили и удивились. То есть очень было сильно похоже. Такое ощущение, что я как будто бы его вот действительно вот себе как будто заказывала. Ваня мне сейчас тоже иногда говорит, мам, вот ты вот такая, вот такая, о которой я вот и мечтала. Видимо, мы друг друга давно искали. В нашей семье появился такой замечательный малыш, которого мы очень любим, и ради которого стараемся сейчас расти, чтобы у нас был он достойным наследником нашего бизнеса. Вот. Дальше интересный такой момент, про который тоже хочу сказать, это путешествия. Вот этот правый нижний квадратик, это помощники путешествия он называется. Про помощники я тогда как-то сильно не поняла, каких помощников я туда себе могу налепить. Но вот про путешествия я, знаете, в один момент была на Кавказе. Потом, пока была на Кавказе, еще успела там на трое суток съездить в Туапсе, побывать на море тоже первый раз. Вот. И когда вот я побывала там на море, это было уже закрытие сезона, и я купалась там всего лишь один день. А мне-то хотелось оторваться, да, это еще было до Арифлэйм тоже, до Калажа. И я звонила своей знакомой, которая работает в туристическом агентстве, и спрашивала у нее, Оль, слушай, а вот сколько стоит съездить нормально там на неделю, на две, на море? Ну вот она говорит, что еще море, море, вот все заладили море, 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 море. Я вот недавно съездила в Чехию, вот веришь, нет, Европой заболела. И вот эта фраза почему-то прям вот так врезалась в память, заболела Европой. Вот я помню, я бы с разговора с ней, я прям села и задумала, только как вот это так, заболеть Европой. Европой заболела. Я у нее потом переспрашивала, Оля, а почему именно в Чехию? То есть если поедешь куда-нибудь в Европу соберешься, она мне посоветовала именно в Чехию. И так она вкусно про нее рассказала, что это такая страна замечательная, что это там много русской, ну как, в принципе, язык даже чехов чем-то схож, то есть понять можно, даже если там, допустим, английский плохо знаешь, то есть не можешь общаться на международном языке, то все равно там можно понять. То есть как-то вот барьера языкового сильно нет. Вот. И дело в том, что, говорит, там самые старинные памятники, архитектуры, там правда очень красивые места, вот обалденные. Ну, может быть, я сейчас вам всего не произведу того вкусного, чего она мне тогда говорила. Но я стала искать картинки именно Чехии. Она говорит, если ты понимаешь, в Европу начинай с Чехии. Я искала картинки Чехии, и в журнале нашла вот эту картинку, все бы ничего, но здесь вот эта девушка с камерой, и мне не хотелось совсем обрезать. И я так подумала, ну и пусть она будет. То есть как будто вот это я вот снимаю там, вот с видео там поеду с камерой, если что на работе там попрошу, возьму, мне доверяли видеотехнику на работе, я умела снимать. Но всегда, когда я смотрела на эту фотографию, ну, картинку, да, я вот думала, вот эта девушка больше похожа не на меня, а на мою сестру старшую, Ларису. Думала, надо все-таки мне голову туда переклеить, свою приклеить. Ну, как-то руки не доходили, и так вот я постоянно, у меня вот это вот, что это Лариса, а не я. Вы представляете, что ситуация сложилась таким образом, что в Чехию-то поехала моя сестра Лариса, и она действительно, вот ее фотография, да, то есть она очень похожа на ту девушку, которая здесь, вот. И они ездили с мужем, муж у нее тогда работал на ГТРК Алтай, и он брал с собой такую же профессиональную камеру, как вот у этой девушки, то есть которая оставилась на плечо там, и они оттуда очень много материала привезли, наснимали. Поэтому вот думайте, когда вы наклеиваете свои картинки на карту желания, обязательно думайте, чтобы у вас никаких таких ассоциаций не возникало, что это не вы, а кто-то другой. Вот. Дальше. Следующее, что я хотела сказать, что вот тот квадратик, в который я закладывала имперьеры, дома, утюги, у меня на тот момент утюг был словом, когда я делала карту желания, не все из этого сбылось. Вообще не всем мечтам суждено сбыться. Вот утюг сбылось. Вот таких утюгов с фиолетовыми вставочками у меня было аж три. Один в Арифлейм выигрывал, один просто пошла, вот сгорел утюг, пошла покупать, и я даже не думала, какая там вставочка. Пришла домой, о, как похожа, правда, на карту желания. Вот. Но дело в том, что вот дом, который я вырезала, туда разместила, то есть я понимала, что мне нужна квартира. Но когда мы стали жить с Сергеем, мы стали думать над тем, что все-таки нам более целесообразно было бы не квартира, а именно дом с усадьбой, со своей, да, то есть нам это больше, более близко и больше нравится. Поэтому я сейчас не жалею о том, что этот квадратик не сбылся, а возможно он еще и когда-то сбудется, потому что у нас в планах сначала построить свой дом, а потом уже возможно в дальнейшем решить вопрос с квартирой, допустим, для сына, да, помочь ему там или как-то. Ну, то есть мы еще над этим думаем и работаем. Да, первостепенная сейчас задача – это строительство дома. Здесь вот еще только начало строительства, да, сейчас мы уже пробинулись в своем строительстве, то есть в поселке Рассвет с таким замечательным красивым названием мы строим сейчас дом. Строим его сами на деньги, которые зарабатываем только в Арифлейм. Других источников дохода у нас сейчас нет. Арифлейм – это семейный наш бизнес. Мы с Сергеем оформляем сейчас контракт семейный, вот, и работаем мы уже, уже давно вместе, но контракт семейный оформляем. Сначала у нас были разные номера, сейчас мы решили их объединить. Скоро уже это случится. Мечты у нас сейчас новые. Сейчас мы готовим картинки для нового калажа, потому что скоро Новый год. И в преддверии Нового года мы решили в этом году, что это будет нашей доброй традицией, мы будем искать картинки. Сейчас мы их ищем в интернете, распечатаем на цветовом принтере, или фотографии сделаем и наклеим на наш калаш. И мы почему-то уверены в том, что все, чего мы захотим, обязательно мы будем и стараться, и вся Вселенная будет нам помогать в сбытии наших мечт. Всегда нужно сочинять мечты. То есть, вы знаете, мы меняемся, меняются наши желания, расширяется наш какой-то кругозор, зона комфорта. Поэтому какие-то желания могут устаревать, а какие-то могут появляться. Поэтому рисовать вот эти желания, мечты всегда нужно. И нужно даже работать над этим, чтобы расширять свои хочу. Как у нас, когда Тамила Полежаева с Валентиной Акопиан, то есть, вот они крупные такие лидеры, и Тамила Полежаева являлась с Владимиром вместе, они являлись спонсорами Валентины Акопиан. И Валентина Акопиан такой харизматичный даже лидер, мне всегда было интересно ее слушать, она такая экспрессивная такая женщина, то есть, эмоциональная очень. И она говорит, Тамила, вы не представляете, какая это женщина. Вот когда мне уже кажется, что у меня все есть, ну, казалось бы, ну, что еще мне нужно, да, она мне возьмет и покажет что-нибудь еще, чего у меня еще нет. И я снова хочу еще чего-то, да. Вот, и поэтому вот здорово, если есть какой-то такой человек, который вам еще приоткрыл чего-то, еще чего-то приоткрыл, еще что-то показал, да, вот это у тебя есть, да. Вот всегда нужно расширять свое вот это видение, картинку, да, вот будущего своего, своей семьи, и мечтать о большем. И сейчас мы мечтаем уже там об интерьерах, об усадьбе, то есть это нас сейчас волнует больше всего, потому что, как вы понимаете, вот безопасность, да, свой очаг, свой дом, это то, что действительно нам сейчас наиболее близко, наиболее желаемо, желанно. Мы хотим, чтобы ребенок у нас, когда пойдет в школу, чтобы у него уже была отдельная своя комната, мы хотим баньку, в которую мы к нам приезжали, друзья, и мы с ними сидели в комнате отдыха, а может быть они к нам будут приезжать, это будет летний такой приятный вечер, и мы будем располагаться в беседке, за интересной беседой, чтобы беседовать, беседка обязательно нужна. Я сама, и я думаю, что многие из нас любят качели, качели, они полезны всем, наверное, для эмоций положительных, и взрослым, и детям. Мне очень хочется, чтобы на нашей усадьбе были какие-то вот такие красивые, яркие клумбы, которые бы создавали настроение, и, в общем-то, мечт может быть очень много. Может быть, вам захочется баловать своих детей, как говорил Ана Боков, балуйте, 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 балуйте своих детей, ибо вы не знаете, что ждет их в жизни. Вот эти слова почему-то тоже мне так крепко засели в голову, в душу, то есть действительно мы не знаем, что ждет наших детей впереди, и хочется, чтобы у детей оставались приятные моменты от их детства, от подросткового возраста, от того времени, когда они жили с родителями, чтобы они чувствовали пыль какой-то, что за спиной вот есть родители, которые являются таким вот чем-то непоколебимым. Может быть, вы хотите своих родителей вывезти на море. Мамы у меня сейчас уже нет, но с папой, когда мы совсем недавно виделись, так интересно, он всегда был такой, как мне казалось, всемогущий. Вот, но оказалось, что как-то вот он так прожил жизнь, у него сейчас другая семья, и тем не менее, он говорит, знаешь, вроде казалось бы, все есть дома, вот чего бы, а вот, знаешь, море хочется повидать. Я так вот, мне почему-то где-то тоже екнуло, мне захотелось, чтобы когда-нибудь у меня появилась такая возможность не только самой и с семьей съездить по морю, но еще и показать море своему отцу. Знаете, Лев Николаевич Долженко однажды сказал такую фразу, когда вот ездишь по разным странам, там-там побываешь. Вот раньше казалось, что земной шар такой большой, огромный, да, а вот когда вот много где бываешь, то создается такое впечатление, что земной шарик, он не такой уж и большой. Вот, когда он это говорил, я почему-то так вот поймала эти слова, да, то есть мне опять же захотелось почувствовать, как это, вот это ощущение самой на себе почувствовать, да, то есть не просто вот, что вот Лев Николаевич так говорит, а самой вот это вот именно прочувствовать, что на самом деле земной шар не такой уж и большой. недавно я допустим увидела что есть такие пятизвездочные поезда в африке где-то есть по-моему в бразилии что ли я знаю что где-то вот в африке точно есть и я вообще очень люблю поезд вот и однажды мне даже посчиталось в св проехаться из красноярска я ехала в бурнаул вот и знаете ощущения такие очень интересны были даже в св и вот мне хочется интересно прям любопытно да по прокатиться именно на пятизвездочном поезде не на поезде в поезде а еще в детстве меня почему-то еще привлекали картинки бразильских карнавалов а еще я всегда забиранием сердца смотрю на воздушные шары когда я была на кавказе железноводский там на день города происходит вообще такое красивое шоу воздушных шаров там разные разные разных форм разных расцветок на разной высшине когда их много много в небе это очень красиво это прямо чудо то есть земной шару попарить вот над землей с высоты птичьего полета посмотреть на окрестности это очень здорово а может быть вы мечтаете о шубе ли а полушубки о каком-то красивом да а может быть вы хотите сей семьей куда-нибудь на автомобиле путешествие далекое а может быть не очень далекой дикарями с палаткой я не знаю что вы хотите может быть вы хотите вот такой дом а может быть вот такой а может быть вы хотите просто сапоги вот вам какие сапоги нужны может быть может быть не такие на низком ходу может быть кому-то хочется комфорта да а может быть платье в стиле сафари то есть вот может быть пеньюар вот такой вот соблазнительный да может быть уютно уютные такие вот мягкие нежные такие вот халаты в которые вы хотите укутаться после джакузи да а может быть хотите искупаться сами с дельфином или чтобы ваш ребенок почувствовал что это такое да говорят что это очень полезно у меня есть еще такая мечта очутиться в москве в останки на ресторане седьмое небо там говорят такой вот стеклянный пол сам вот этот ресторан постоянно крутится вокруг оси и когда вы сидите вы можете наблюдать вот виды москвы с высоты из такой вот и не только вот в бокс смотреть да вот в окна а еще и пол сам по себе стеклянные это говорят очень такое острое ощущение но я тоже хочется там побывать вам хочется а кто-то уже был поделитесь пожалуйста впечатлениями как вам понравилось а может быть вот кто-то и не один человек уже был да то есть здорово мне кажется что там должно быть здорово вот и славе вперед меня бегут вот так вот ну может быть может быть вы хотите посмотреть на улыбку джаконды сами своими глазами да то есть я не знаю чего вы хотите сами вести автомобиль или вот чего-то еще то есть я не знаю у всех людей могут быть свои какие-то желания я вот например хочу чтобы у меня в доме еще была обязательно библиотека причем хочется чтобы такие книги были замечательные классика хочется мне сейчас очень часто возникает желание перечитать классику там школьное время читаешь и сегодняшней головой почитать но к сожалению сейчас не так много времени да ну допустим иногда мы позволяем сможем себе аудио книги слушать ой-ой-ой-ой-ой сейчас минутку верну никуда нажала вот и я не знаю о чем вы мечтаете да то есть меч может быть очень много на самом деле и главное разбудить себе вот это желание чего-то хотеть чего-то искать чего же еще хочу потому что на самом деле очень много разных вещей ради которых стоит стараться ради которых стоит преодолевать какие-то трудности может быть ради которых стоит делать какие-то может быть изначально кажущиеся вам некомфортными действия вот и в общем то вот от наших мечт я когда была маленькой когда ложилась спать часто очень хотела вот именно вот лягу спать все тишина вот я не сплю а долгое время представляю как вот я когда буду взрослой как я буду жить что я буду себе позволять наверное я не одна такая была многие из вас наверное также то есть было желание то есть у каждого человека есть желание да вот что-то менять жизни чего-то нового свою жизнь привести да вот между желанием и целью почему-то не прогрузилась слова здесь мечта на слайде да то есть нет этого слова у вас наверно тоже его нет то есть получается из желания вот изменить свою жизнь нам надо родить каких-то мечт из вот этого многообразия мечт все-таки какая-то одна мечта она должна быть самой главной то есть ее нужно превратить в цель вот знаете про чехию да вот почему поехала сестра а не поехала я потому что я пока просто хотела представляла там визуализировала и так далее но опять же вот главное не замечтаться просто да а у ларисы сформировалась вот эта цель это я ее надоумила с чехии я это просто рассказала да и тут у нее так как-то получилось что там появился такой проект в котором она могла принять участие и поехать там ну пусть с детьми они вывозили еще группу подростков с собой но тем не менее там группа такая хорошая подобралась такие взрослые сделай подростки вот и они очень много повидали помимо чехи там еще европейский столицы заезжали факт то что она задалась целью за год на поездке и она в течение года четко и планомерно набирала эту группу собирала деньги связываясь с разными там турагентствами там и так далее то есть она у нее был план действий у нее были сами действия и соответственно в результате у нее появилась поездка в чехию вот а у меня видимо вот такого четкого плана на тот момент когда я хотела не было да то есть вот очень важно выделить ту цель которая для вас действительно будет главной и не просто вот ее как-то выделить а вот это моя самая главная мечта а составить какой-то план действий и не просто его составить но еще и начать действовать здорово если вы этот план действий обсудите со своим спонсором и соотнесете с лестницы успехов рефлей потому что в принципе на каждом этапе мы примерно знаем сколько у нас зарабатывают лидеры на каждом уровне и соответственно исходя из стоимости вашей мечты вы можете уже со спонсором вместе просчитать на каком уровне вы можете себе это позволить ну и собственно потом уже нужно приступать к реализации своей цели как реализовать цели сейчас такой больше теоретический такой материал который я быстро пробегусь по нему потому что очень понимаю что я отняла вас время первое выйти из зоны комфорта кто сказал что для того чтобы достигать цели все будет вот комфортно и пушисто то есть естественно из зоны комфорта придется выйти потому как если мы будем продолжать делать те же самые действия которые для нас привычные комфортные то соответственно мы будем получать те же самые результаты которые имели до этого если мы хотим жизнь и получить какие-то новые результаты то соответственно надо начинать действовать по новому нужно начинать учиться каким-то новым действиям. И не обязательно, что они будут комфортными. Нужно просто к ним привыкнуть, их освоить и научиться делать, довести это до автоматизма, можно сказать. То есть любое новое действие, оно не всегда бывает комфортным. Возможно, оно вам потом станет таким же привычным и комфортным, как сегодняшние ваши действия. Естественно, нужно получить новые знания, и поэтому я думаю, что вы посещаете вебинары, вы общаетесь со своими спонсорами, читаете книги, читаете, смотрите разные видео для того, чтобы реализовать свои собственные цели. Естественно, придется меняться самому. И в этой связи знаете, здорово, когда лидеры бывают открытыми. То есть в моей структуре есть такой лидер, Татьяна, которая говорит, Тань, ты мне главное говори, что мне еще нужно изменить. То есть она была готова меняться, и она действительно очень можно над собой работала, менялась, менялась по-разному и внутренне, и внешне менялась. И действительно, когда вот есть эта готовность меняться, это очень здорово, это скорее приведет вас в цели. Поэтому всегда общайтесь со спонсором и со спонсорами, да, и старайтесь не просто их слушать, но еще и слышать. Потому как они вам плохого не посоветуют. Они как родители, и, соответственно, видят, у них уже есть такое видение, и видят, какие у вас есть сильные стороны, и над какими еще нужно поработать, что нужно бы добавить или изменить. Сильные стороны всегда нужно развивать, а те стороны, которые не очень сильные, над ними надо работать. На пути реализации целей существуют две опасности. Иногда люди начинают что-то делать, начинают, начинают, но, столкнувшись вот с этим дискомфортом, говорят, ай, да ладно, мне жили богато, и нечего начинать, да. То есть получается, что есть такая опасность оставить все, как есть, вернуться в освоясье, да, и уже ничего не предпринимать. Или есть еще такая опасность сконцентрироваться 100% только на одной из сфер жизни. Знаете, это тоже не совсем правильно. Почему? Потому что если вы будете циклиться только на чем-то одном и забросите, или наплевательски начнете относиться ко всем своим другим сферам жизни, то есть, например, к семье, к здоровью, да, там, может быть, наоборот, в этом, ну, то есть, я не знаю, какие-то там еще могут быть сферы жизни, да, то есть, если вы на них совсем будете к ним относиться наплевательски, то это ни к чему хорошему не приведет. Как говорит Бодо Шефер, что наша жизнь – это как пять пальцев руки, да, то есть, если вы ударите по одному, то станет больно всей руке, а не конкретно этому пальцу. То есть, действительно, нельзя запускать, то есть, стараться нужно стремиться, чтобы все сферы жизни у вас как-то вот развивались планомерно, да, то есть, чтобы гармонично все было. Да, правильно, гармонично, Анастасия, правильно. Есть два вида мотивации. Мотивация «к» и мотивация «от». Так вот, мотивация «к» у нас у русских почему-то не всегда работает, да, у нас очень часто работает мотивация «от». Здесь анекдот про Гришу и пословицы наши русские, да, когда «пока гром не грянет, мужик не перекрестится», да, то есть, «пока петух жареный не клюнет в одно место» и так далее, да, то есть, вот эти все пословицы, они, да, готовы и русские. Да, но, однако, все-таки здорово, если мы не будем доводить свою жизнь до ручки, да, то есть, не вот до мотивации «от» обратного, да, то есть, когда есть причина бежать ноги в руки, и выбрать, чтобы глаза все делать, да, здорово, когда мы научимся действовать именно на мотивации «к». Вот, поэтому вот об этом нужно думать. Наверное, мотивация «к» работает тогда, когда вот мечта или цель, которая вас ведет, она очень мощная, она очень сильная. Как говорит Севрук Алексей, да, он говорит о том, что эта цель должна, вот при воспоминании о ней, она должна вас будоражить даже вот на телесном, на физическом уровне, да. На самом деле это очень важно найти такую цель, и не всем это удается, поэтому вот над этим тоже нужно трудиться. Существует семь жизненно важных сфер – здоровье, семья, личностный рост, профессиональный рост, отдых, финансы, там, остальное материальное, что делает нашу жизнь красивой и интересной. То есть, в принципе, по каждой сфере можно, ну, кто-то карту желания составляет, кто-то каждую эту сферу расписывает, да, там, в тетрадке, в какой-то батноте, там, на листочках. Ну, там, например, здоровье. Что вам нужно для здоровья? Вот для того, чтобы ощущать себя здоровым, помимо, допустим, wellness, да, что вы еще там считаете, что вам нужно в свою жизнь привнести, да, может быть, вы хотите более тщательно изучить здоровое питание и применять это в своей семье. Может быть, вам нужен фитнес, там, массаж, здоровый сон, какие-то позитивные эмоции, там, теренкуш, там, какие-то вот эти вот отдых, там, на лыжах или велосипедах, другое что-то, да, то есть у каждого здесь свое понимание здоровья, кому-то операция нужна какая-то, да, кому-то, там, вот именно, там, выспаться нужно, высыпаться давать себе. То есть у каждого свои, свое понимание вот этого слова здоровья, да, то есть для каждого это значит что-то свое. И так по каждой сфере здорово будет, если вы распишите и определитесь с тем, что же вам нужно в той или иной сфере вашей жизнедеятельности. Технология определения цели, да, то есть вот здорово, когда вы проанализируете свою жизнь, вспомните какие-то яркие моменты. И здорово, когда... Вот, если вы какие-то, вот вспомните какие-то такие случаи из жизни, когда вам было очень-очень хорошо или радостно, когда вы чувствовали себя счастливыми, да, вот проанализируйте, почему вы тогда были счастливы, что было вот тогда и чего, допустим, нет у вас сейчас. Может быть, там, по периодам жизни, там, в юности, там, не в юности и так далее, да. Получите какой-то новый опыт, то, о чем я уже говорила сегодня, как от Валентина Акопян, да, поработайте с какими-то там публичными источниками. Здорово помогает вот это упражнение банковская карта, когда мы свою голову, свой мозг или там свое подсознание хотим обмануть, да, и представить, что у нас уже на банковской карте есть такая очень крупненькая сумма денег, и мы можем ее вот тратить, да. То есть вот, ну, что бы вы тогда потратили? Вот представьте, что у вас есть там, я не знаю, миллион или лучше сейчас уже не о миллионе, а там о трех миллионах, о пяти миллионах, да, то есть что бы вы тогда сделали в своей жизни, да, то есть вот начните приучать свое подсознание к тому, что у вас уже есть эти суммы, вот, и подумайте тогда, как бы вы ими распределись, потому что очень часто люди просто бывают не готовы, вот, я о себе могу сказать, да, то есть я когда-то думала, что звание директора вообще решит все мои вопросы в жизни, да, оказалось, что это очень-очень мало, вот, но я какое-то время, действительно у меня вот было такое, что я, наверное, все-таки не могла верить в более крупные суммы, да, то есть, ну, как-то вот не понимала, что ли, как я ими буду распоряжаться, не было у меня четкого какого-то видения, представления, да, то есть вот нужно было, наверное, как-то повзрослеть головой, да, или, может быть, мне нужно было увидеть чьи-то другие результаты других людей, да, чтобы в этом начать верить и уже более четко представлять, что да, я тоже могу обладать этой суммой денег, и как бы я тогда жила, и как бы я этим распоряжалась, да, то есть вот действительно это очень важно, работать над своим видением, почему? Потому что здесь вопрос еще есть такой вот веры, да, то есть вот можно просто хотеть чего-то жить лучше, а можно это представлять и вот работать именно над тем, чтобы верить в себя, верить в свою вот действительно будущую жизнь, что она будет лучше, верить в компанию, верить в свои действия, что они обязательно приведут к вам, вас к результату, поэтому это очень важная такая вот работа лидера над собой, и если вы сумеете себе поставить эти цели, сумеете работать над своим видением, то тогда вы сможете это привить своим лидерам в команде, потому что вот вопрос постановки цели – это очень немаловажный такой, это, я бы сказала, основной, можно сказать, момент, вообще будет ваш лидер действовать или не будет, да, то есть если вы с ним найдете эту цель, которая действительно его поведет, как сказать, которая его заставит действовать, да, и переживать вот эти некомфортные, может быть, даже где-то в какие-то моменты, то тогда действительно все пойдет в движение, да, если вы этой цели с ним вместе не найдете, то не факт, что это случится. Важно правильно сформулировать цель, составить план, как ее достичь, и, соответственно, действовать. И здесь вот опять же две модели поведения, да, то есть действовать как всегда и начать, или начать получать новый опыт и найти наставника. Вот иметь наставника – это очень круто. В нашем бизнесе это может быть спонсор, но опять же не всегда вот именно ваш непосредственный спонсор может быть вашим наставником. Здесь вопрос как бы и личностного взаимодействия, да, то есть вот у кого-то это вот здорово так вот совпадает, да, у кого-то может не совпасть, что вот ваш спонсор действительно будет являться наставником. Он может быть наставником в вашем бизнесе, да, но, допустим, ну не совсем вот у вас есть взаимопонимание по вопросу вот этого видения, там цели, мечт, там и так далее. Знаете, здесь вот здорово, если у вас просто в жизни есть такой человек, как вот говорят, еврейская мама, да, то есть вот который просто вас на каком-то этапе будет поддерживать, да, то есть у тебя получится, который верит, наверное, в вас больше, чем на начальном этапе вы сами в себя верите, который говорит, у тебя, у тебя получится. Или как мне когда-то сказала Аля Хамитова, Тань, ну если уж у тебя не получится в этом бизнесе, то я тогда вообще не знаю, у кого может получиться. Вот представляете, вот эти слова, они настолько вот как бы запоминаются, да, то есть они настолько важны для людей, что вот здорово найти какого-то такого человека, который бы вот вам постоянно вас поддерживал, да, то есть вот одна какая-то тогда маленькая фраза, и то она мне запомнилась. А представьте, если всегда где-то вот неподалеку от вас будет такой вот человек, который всегда будет верить в вас больше, чем вы сами в себя верите. Опять же, наставник, он может не только подбадривать и хвалить, да, он может где-то ругать, он может вас отрезвить, он может вас встряхнуть и дать вам, простите, по башке, да, то есть чтобы именно это вас как бы отрезвит, встряхнет, и вы пойдете дальше. Который просто будет неравнодушен к вашей судьбе, к вашей цели, да, к тому, чтобы у вас все это получилось. Вот, важно сформулировать цель и найти минимум, здорово, если вы найдете минимум 5 человек, которые эту цель уже достигли. И если это возможно, то изучите их опыт, или, может быть, даже пообщайтесь с кем-то из них лично, да, и составите план своих действий с учетом уже их опыта. И самое, наверное, важное – это действовать с любовью, четко понимая, для чего вы это делаете, что у вас будет впереди. И еще есть такой момент, очень часто, когда вот цель нас ведет, да, мы идем к этой цели, и вот нам кажется трудно, нам кажется, да что ж так долго иногда, да, может быть, там какие-то там препятствия на пути. И вот эта цель достигнута. И очень часто у людей возникает такое ощущение какой-то вот пустоты. Это вот как вот Нового года, мы ждем, 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 а ну раз – и прошел, и случилось. И на самом деле-то самым приятным, наверное, является этот самый путь. Это вот предновогоднее настроение, да, это вот движение к этой цели, это предвкушение чего-то, да, это очень здорово, это очень классное ощущение, когда ты идешь, движешься, и когда ты это сделал, да, то есть вот это на самом деле, это очень здорово, когда вот этот, потом вспоминаешь этот отрезок своего жизненного пути, когда ты двигался к этой цели, и вас само от себя, и самого от себя вас просто плючит от того, какая вы классная или какой вы классная, да, то есть как вы здорово это сделали, как вы смогли, и как это было замечательно. Конечно, здесь нужно быть дисциплинированным человеком в достижении цели. Как говорили Киорг и Лена Ректор, дисциплина – это когда ты делаешь то, что ты хочешь на самом деле так, да, когда ты этого делать не хочешь. Вот такая завернутая фраза, но она на самом деле, наверное, действительно соответствует истине. Как поддерживать энергию на пути достижения цели? Иногда, вот как нам говорили Киорг с Леной Ректор, мы иногда в состоянии альфа, мы лидеры, мы готовы горы свернуть, иногда мы просыпаемся, вот вообще не альфа, да, то есть нет у нас вот этого состояния вдохновения, что-то у нас нет, да. Вот как поддерживать энергию на пути достижения цели? Старайтесь фиксировать все идеи на бумаге. Вот знаете, я вчера перед сном буквально, вот уже уложила ребенка спать, и сама уже засыпаю, и сама думаю, вот интересно бы начать попробовать в одноклассниках беседу с человеком совершенно не про бизнес, даже не про работу в Арифлейм. Вот с чего бы, с чего бы начать бы, с чего бы, с чего бы, и тут мне приходит какая-то там идея, и я начинаю ее думать, думать, и вот бы вот записать бы, и мне, вот прям я помню это ощущение, казалось, блин, так я интересно придумала, но я уснула, и все, и сегодня утром, пытаюсь мужу рассказать, не могу вспомнить, представляете? То есть вот очень часто у нас бывает иногда классные идеи, приходят совершенно неожиданно. И вот очень важно эту идею где-то раз и записать. Кирк-ректор, он вообще рекомендует отдельный блокнотик для идей завести, для того, чтобы туда все фиксировать, и потом эти идеи, они у вас там хранятся в этом блокнотике, как мыслеформы, да, и вам эти идеи, вот она может у вас храниться, храниться, вы можете пробегать, пробегать глазами по ней, но еще вот как-то вот не готовы. Потом раз, и еще какая-то информация, или еще какая-то задумка вам попадается, да, и вы думаете, блин, я же вот об этом уже думала, вот здесь, если вот это, да вот с этим, как это будет, да, и раз, и рождается какая-то совершенно новая идея, и она у вас реализуется действительно на деле. Вот все идеи фиксируйте на бумаге. Вы сами не знаете, когда, какая идея у вас осуществится, и вообще осуществятся они или нет, но это очень здорово, когда у вас будет выработаться такая привычка. Если вы решили, вот, нашли то, что вас будоражит, вы поставили перед собой цель, вы запланировали, сделайте сразу что-нибудь для достижения этой цели. Потому как чем быстрее вы начнете, тем больше вероятность, что действительно у вас вот так дальше и пойдет, 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 и обязательно получится, да. Потому что есть такой закон, закон угасающего намерения. Если вы завтра отложили на завтра, потом еще отложили на завтра, потом думаете, ладно, уже теперь с понедельника начну, и очень такая высокая вероятность того, что так и не начнете. Поэтому начинать нужно сразу. Успешные люди – это люди быстрых решений, быстрых действий. Очень важный такой пунктик. Найди пять человек и обучи их тому, чему научился сам. Это я помню, как я учила девчонок работать на холодном рынке с каталогом. Ой, как я, я там чуть ли не вспотела, когда у меня появилась необходимость. Мой новичок говорит, покажи мне, как работать на холодном рынке с каталогом. А я, я сама один раз пробовала, и то у меня неудачно получилось. Потом я на школах слушала, как другие люди работают. Но я же не могла перед ними спасать и сказать, что нет, я сама не умею. То есть, получается, я их собрала, говорю, хорошо, я вам покажу, приходите. Они пришли, и мне ничего не оставалось делать, как пойти им и показывать, как работать по холодному рынку с каталогом. И вы знаете, оказывается, в этом ничего страшного нет. И оказывается, я пошла, и все как надо, так и сделала. И я не знаю, кому я тогда хорошо сделала. То ли я девчонкам помогла, то ли я сама себе помогла. Но вот когда начинаешь кого-то обучать, появляется вот эта необходимость, кого-то обучать, то ты говоришь, блин, так объяснял, что аж сам понял. То есть, вот здесь точно так же. То есть, если вы найдете пять человек и обучите их тому, чему научились сами, это и будет хорошо с точки зрения, что вы что-то даете людям. То есть, важно не только брать, не только самому-самому, а еще важно другим людям передавать свои знания, умения какие-то. Но еще и полезно будет для вас с той точки зрения, что когда начинаешь обучать, то сам еще лучше понимаешь, учишься, утверждаешься в этом и так далее. Знакомьтесь с новыми людьми, которые уже увлечены этой целью. Это тоже очень здорово. Возьмите обязательство делать какое-то действие при 30 дней. У нас там часто очень применяется методика 90 дней. Один год, мы говорим, год не уходите из всего бизнеса и не оглядывайтесь раньше времени. То есть, год даем вам обещание, что мы не уходим никуда, делаем действие, через год оглядываемся, тогда уже и смотрим. Создайте систему напоминаний. Это очень здорово и актуально. Ой, сильно актуально. И окружите себя нужными людьми. На самом деле окружение очень много значит, потому как окружение действительно здорово влияет на наше сознание, на подсознание, на все. То есть, какие-то убеждения, которые у членов вашей семьи, у ваших друзей, они, во-первых, мы можем себя сравнивать с ними. То есть, как вот говорят, ой, да что там, мы-то еще ничего живем. Вот эти-то вот у нас друзья вообще бедненькие, несчастники, мы-то ладно, да. То есть, и думаешь, уже начинаешь думать о том, ну и вроде как, не так уж и плохо я живу, да. Я один раз вспомнила такой пример, когда Алексей Широких как-то говорит, «Представьте, где вы живете». В принципе, вас устраивает, где вы живете. Вот вас устраивает лично, вот тех, кто сейчас слушает вебинар, вас устраивает, где вы сейчас живете. Вот если вас все устраивает, попробуйте поселить свою квартиру, там или в комнату, в которой вы живете, мысленно. Ну, допустим, Владимира Полежаева. Как вы думаете, он засидится в вашей квартире, то есть, ему будет комфортно там сидеть, да. То есть, вот, станет ли он что-то делать или не станет что-то делать, да. То есть, вот, действительно, то есть, вот, с кем мы себя сравниваем, с чем мы себя сравниваем, да. То есть, мы к чему-то привыкаем, нам кажется, это привычным. Ну, и у других так же, у тех так же, у этих так же, да. Это я только вот на, еще на материальном уровне говорю, да. То есть, даже не на уровне, там, убеждений, там, мнений каких-то. Я говорю просто даже вот в плане материального сравнения. Мы сравниваем, как те живут, как эти живут, да, как мы живем. Вот, и, соответственно, составляем, представляем собой нечто среднее по уровню жизни между нашим окружением, между пятью нашими самыми близкими людьми, с которыми мы общаемся, да. Так вот, если вы посадите Полежаевых к себе в квартиру или там в дом, да, то многие, наверное, из нас будут уверенными в том, что на этом месте Полежаевы, наверное, начали бы, как минимум, суетиться. Вот, поэтому очень здорово себя окружать теми людьми, которые целеустремленные, которые влечены цели, которые не хотят жить, как все, не хотят быть частью толпы, да, хотят выделяться, хотят жить хорошо. Вот, ну, и, соответственно, они стремятся, и вы уже потом, как оно само собой разумеющееся, вы начнете так шевелиться и бежать вперед паровоза, что сами себе начнете удивляться. Поэтому всегда сочиняйте мечты, работайте над своим видением, помогайте другим людям с этим справиться, потому что, на самом деле, это для многих является такой заковыкой в нашем бизнесе. Я вам желаю, очень желаю успехов всем, желаю, чтобы вы нашли свои, вот, откопали в душе, в голове, да, там, я не знаю, где вы их откопаете, свои мечты, которые вас приведут к очень-очень крупным и серьезным результатам в этом бизнесе. Еще раз извиняюсь за то, что я сегодня вас очень задержала с началом. Надеюсь, что мой вебинар был чем-то вам полезен, и на этой ноте мы прощаемся с вами. До свидания. Всего вам доброго.